Душевно рад тому, что вы заглянули на наш телеканал. Для тех, кто смотрит его впервые и не знаком с деятельностью нашей компании, хочу вкратце напомнить о ее истории. В 2015 году нами была открыта первая техническая станция по ремонту и обслуживанию корейских автомобилей. Сейчас у нас работают три такие станции. На наших станциях можно получить полный перечень услуг по ремонту авто. Часто наши клиенты при ремонте и обслуживании своего автомобиля интересуются у нас, занимаемся ли мы подбором и доставкой автомобилей из Кореи. Мы оказываем такую услугу и у нас есть ряд важных преимуществ. Одно из главных это опыт. Также у нас в Корее есть специально обученные люди, которые прекрасно разбираются в конъюнктуре корейского автомобильного рынка. Они знают точно что, где и когда посмотреть и разбираются во всех нюансах по оформлению и доставке авто. Ну а теперь коротко о данном автомобиле. Естественно, это не первый автомобиль, который мы привезли из Кореи. Но рассказать я хочу именно о нем. Kia Sportage четвертого поколения является логичным продолжением третьей генерации данного авто, заслужившей всенародную любовь у нас в стране. Напомню, что именно третье поколение стало переломным стратегией развития автоконцерна Kia Hyundai. Так как именно с этой модели началось плотное сотрудничество корейского автогиганта с немецким дизайнером Питером Шрайером, который до этого 25 лет создавал дизайн для Volkswagen и Audi. Пригнали данное авто из Владивостока мы своим ходом, так как это значительно быстрее, чем по ЖД. Так что довелось не просто прокатиться на данном авто, а провести настоящий тест-драйв. Корейцы всегда старались предложить максимальный комфорт за соответствующий качеству деньги. Кто хоть немного следит за развитием автопромышленности, наверное, понимает, что автоконцерны в основном занимаются, мягко говоря, заимствованием. Берут лучшее и адаптируют под свои задачи. Салон корейских моделей внешне зачастую повторяет дизайн немецких премиальных автомобилей. Этот автомобиль не был исключением. Дизайн, технологичность и качество обеспечивают надежную эксплуатацию, что особенно заметно на дальних перегонах. К путешествию автомобиль был подготовлен, заклеен защитной пленкой для сохранности его красочного покрытия. Кузов в идеальном состоянии. Также в дальнейшем мы проведем предпродажную подготовку данного автомобиля. Если вам будет интересна его дальнейшая судьба, пишите в комментариях и мы снимем продолжение. Теперь более подробно по техничке. Я считаю, что данный экземпляр имеет лучшую компоновку агрегатов. Двухлитровый дизель, шестиступенчатый гидромеханический автомат и полный привод. Двигатель D4H. Все как мы любим. 6-7 литров дистоплива на 100 километров. Один из самых надежных моторов. На наших тех станциях есть некая статистика, которая подтверждает мои слова. Некоторые клиенты приезжают к нам менять цепь ГРМ на пробеге более 300 тысяч. Есть, конечно, и свои нюансы, связанные с качеством дистоплива и с экологией. Но если соблюдать регламент по техобслуживанию, то данный мотор будет служить очень долго. Состояние трансмиссии идеально. Ни подтеков, ни загрязнений никаких. Состояние кузова, как у нового автомобиля. Отмыть грязь и можно наносить антикоррозийный состав. Подвеска у Kia Sportage 4-го поколения стандартная для всех кроссоверов, выпускающихся в наше время. Впереди стойки McPherson, сзади многорычажка. Как мы можем видеть, на пробеге в 75 тысяч саленблоки, как новую. Как мы видим, состояние у автомобиля снизу отличное. В заключение хочу отметить, что наше предложение по подбору и продаже БУ автомобилей не уникальное. Но мы выгодно отличаемся от других. База знаний, накопленная за более чем 10-летний период существования нашей фирмы, штат профессиональных сотрудников, готовых в кратчайшие сроки оказать все сопутствующие услуги по подбору и установке автозапчастей любой корейский автомобиль. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Пишите в комментариях, интересен ли вам такой формат. Что вы в целом думаете о корейском автопроме. Ставьте лайки, подписывайтесь. И помните, хорошее уже давно не значит самое дорогое. Субтитры создавал DimaTorzok